здравствуйте дорогие друзья вы на канале адамс channel сегодня я хочу вам показать несколько экзотических ритмов которые я набросал в облике как многие говорят кстати присматриваюсь к данной программе и возможно связываться в студию перейду сюда и не буду скажем и там и там ну где-то больше так вот хочу показать вам несколько хороших экзотических ритмов которые вы можете использовать своей музыке я буду вам показывать на примере вот такого драм-кита послушайте ну чтобы создалось впечатление действительно чего-то экзотического 1 2 3 4 1 2 3 4 но здесь конечно же ритм идет прямой а экзотические ритмы они 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 отличаются не прямым ритмом где-то ноты запаздывают где-то ноты наоборот спешат и это создает такое значит эффект покачивания вы начинаете двигаться не просто головой а начинаете двигаться всем телом ваше туловище начинает двигаться ваши плечи начинают двигаться вместе с головой такой вот идет эффект покачивания это не как в вальсе нет здесь совершенно другое ну я думаю вы слышали латиноамериканскую музыку так вот все эти латиноамериканские танцы румбы босса новые регги все это экзотические ритмы и хочу вам показать каких можно построить в вашей дал итак на примере вот такого вот ритма сейчас его послушайте я вам расскажу из чего он состоит итак давайте рассмотрим значит здесь мы имеем обычную 4 четверть до такой пресловутую 4 четверть однако посмотрите как у нас расположены удары значит вот у нас 1 1 доля 2 доля 3 4 обратите внимание что между ну представьте что-то кик да вот это у нас кик вот это у нас кик представьте себе так вот между ударами кика мы видим две пустующие ячейки то есть если каждая из них это смотрите сколько у нас 1 2 3 4 4 на 4 16 то есть получается это 16 ноты соответственно у нас происходит вот здесь две паузы между двумя шестнадцатыми нотами и если если мы возьмем вот так вот ровно да то есть раз два три и вот эту ноту тоже сюда 4 то мы получим прямой ритм несмотря на то что здесь у нас играют томы и конги чувствуете все изменилось а если мы поменяем например драм-кит прямой ритм и достаточно теперь сместить с сильной доли кик да на долю ранее то есть получается вот такое запаздывание и то же самое сделаем здесь у нас уже получается раскачивание окей переходим к нашему экзотическому ритму драм-киту простите ну и конечно же как ритм тоже да вот на самом деле здесь все сейчас мы упростим мы уберем вот это все вот часть этому уберем и смотрите что мы сделаем мы переместим эти ноты сюда и эту ноту сюда эту ноту удалим эту ноту удалим посмотрите что у нас получается между ударами кика да в этом случае это конга у нас здесь у нас две пустующие клетки то есть две шестнадцатые паузы и так первая доля вторая доля раз два три между ними шестнадцатые паузы потом мы переходим ко вторую третьей доли просить и здесь тоже самый рисунок мы просто продолжаем тот же самый рисунок и вот этого выглядит то есть если мы упростим до самого примитивного состояния этот ритм он становится вот таким так а этот почему не звучит так минут а вот вы понимаете что этот ритм может быть не только у ударных инструментов но и также это может быть и у баса например и у мелодии понимаете да что этот ритм можно применять абсолютно ко всему представьте что это бас допустим ну и так далее смотрите что мы сейчас можем сделать с этим ритмом вот этим ритмом что мы можем сделать смотрите мы можем например вот эти вот ноты вот этих вот парней мы можем отправить к с ней это будет у нас с ней и получается вот так понимаете да что мы с вами сделали а если мы еще добавим еще одну значит сильную долю на вторую вот а если мы еще добавим ноту на вторую долю вот здесь и здесь вот а если мы еще акцентируем вторую долю и четвертую тем же конга то есть киком или с нейром без разницы у нас получится вот такая вариация и такой вот ритм друзья он свойственен латиноамериканской музыки называется он трейс тило вот здесь просто другой инструмент а это то же самое что здесь просто если мы поменяем вот эти вот этот инструмент поменяем вот сюда вот сюда мы получаем вот этот самый трейс тило то есть очень много много можно делать вариаций на данный ритм ну допустим шейкеры мы можем добавить вот так через одну шестнадцатую вот так вот так и вот так и получается следующее а что произойдет если мы например ноты для тарелок расположим не прямо то есть по ровным долям а через триоли вот а что будет если мы вот а что будет если мы ритмический рисунок для хитов сделаем не прямо по прямому ритм дать а патч триолем смотрите возьмем вот здесь значит триплет грит и у нас теперь получаются триоли то есть наша сетка теперь предназначена для рисования триолей и вот наши триоли то есть это когда на одну долю такта мы говорим о восьмых триолях у нас помещаются не четыре восьмых да то есть раз и два и каждая раз и это восьмая нота а у нас помещаются три ноты вместо четырех три ноты мы должны поместить в одной доли и получается следующая виде сколько можно делать вариаций то есть для киков и снейров мы используем обычную сетку до четыре четверти допустим без триплетов без триолей а для других инструментов мы используем как раз таки триоли и то же самое нужно поменять их местами и так давайте рассмотрим вот такой ритм которые вы уже слышали это три стилу здесь ничего сложного нету просто мы располагаем ноты через две шестнадцатые на две доли а потом то же самое повторяем это три стилу вариант растила два это когда мы добавляем еще две доли на вторую и четвертую мы на первую значит микро долю да то есть вот на эту вот долю мы ставим с вами кик драмы и какой-нибудь другой инструмент будем назвать это микро долями дальше мы вами рассмотрим вот такой интересный ритм который называется ими олла послушайте такой ритм можно получить используя триоли без триоли и не получится смотрите у нас вот здесь выбрана триплит грид 1 16 то есть у нас вот здесь звучат триоли вот одна триоль вот и меньше сделаем вот так получится вторая триоль так сделаем получится третье то есть вот у нас помещаются 3 триоли значит восьмые триоли можно варьировать вот так можно вот эту ноту убрать то есть одну триоли убрать здесь у нас будет пауза в триоли и дальше сделать просто вот так вот так вот так и вот так послушаем то же самое что вы слушали когда просто минуты были длинные но эффекты сам можно конечно же сделать и вот так и пока еще не очень на ты с эйблтоном но это пока то есть здесь у нас звучат эти три ноты на каждую долю звучит три ноты а должно было звучать 4 потому что если по прямому ритму мы пойдем то там помещается 4 8 но мы сделали так что теперь в одной доли помещается только три ноты вот такой вот интересные значит это у нас химиола свойственен он тоже латиноамериканской африканской музыки испанской вот вариаций может быть много то есть здесь у нас что мы видим что сильные доли акцентируются киком вот на все остальное у нас идет на три олях ну мы можем например здесь также вот здесь например поместить еще вот такой вот инструменте скажем это будет снаер и у нас получится уже комбинация химиолы похоже на бег лошади да такой спокойный голубчик и это все благодаря сетки триолей и так переходим к следующему эту на south africa то есть южная африка не помню как называется данный ритм но послушаем здесь мы тоже видим акцент на сильные доли хотя мы можем их и убрать и оставить только вот этот ритм как видите здесь у нас тоже используется триоли вообще вот латиноамериканской музыки африканской музыки свойственно не прямой ритм а именно вот такой вот он ломаный ритм синкопированный ритм и вот эту синкопу создает с помощью именно триолей ну здесь я просто поместил на сильные доли кик сильные слабые и получилась вот такая интересная комбинация ритмический рисунок можно и вот так сделать допустим это у нас будет снаер можно поместить шейкеры например вот между нотами да можно вот так поместить шейкеры то есть у нас получается перевернутый рисунок для нашего основного удара вот если мы здесь например отключим triplet grid и попробуем поместить например еще какой-нибудь инструмент ну вот например вот эти да просто поместим их по четвертым но там по четверти вот так наверно это будет звучать не очень интересно но послушаем тоже имеет свою вот а если сделаем например вот так допустим вот так это удалим это скопируем окей скопируем ставим и посмотрим что у нас получается я уже пустился это реально уже получается африканские мотивчики да а что будет если мы поменяем кик 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 блин а драм кит поменяем посмотрим что у нас получается довольно интересно индастриал получается ладно давайте перейдем еще к двум ритмам и будем наверное заканчивать друзьям и это у нас спейн то есть испанский испанский ритм испанский латиноамериканский южноамериканский это румба послушаем как это звучит это та самая пресловутая румба где как видите у нас акцентируются первая доля и последняя то есть четвертая здесь у нас нет риоли да видите у нас триплет грит отключен но обратите внимание что мы смещаем акцент со второй долей на первую долю и мы смещаем также акцент с третьей доли на вторую долю в результате у нас здесь получается две шестнадцатые паузы здесь получается 3 16 пауза потом снова 2 16 потом 1 16 и потом снова 3 16 паузы и получается этот самый ритм румбы вот как это может звучать с другими инструментами сейчас я найду нет нет то кажется это сейчас минуточку 23213 да вот этот вот ритм друзья мои это и есть наша румба а здесь я просто набросал вот такую вот мелодию мелодический паттерн чик так скажем и получается довольно по-лате на американские окей и смотрите давайте сейчас мы попробуем обогатить вот этот ритм и допустим акцентируем вторую и четвертую долю или только вторую четвертую у нас акцентируем и просто сменим инструмент вот так вот так и здесь тоже акцентируем заколебал ты уже вылезать знакомое да звучание это ничто иное как румба давайте сделаем здесь вот такой вот ритмический рисунок для конга ну или это представьте себе могут быть пищалки ну то есть хэты снова африка чувствуете разницу да хоть и те же самые инструменты но ритмический рисунок совершенно другой сразу же другое настроение другое покачивание можно например вот так сделать убрать некоторые ноты например вот так и в момент паузы вы сдрагиваете наоборот можно сделать вот такие вариации главное вы оставляете основной ритм до которые вы оставляете скажем кик драму или с нейру или там с хайтом и так далее главное вот это оставлять чтобы чувствовалось чувствовался сам ритм круто звучит да поменяем драмкит и обратите внимание что у нас здесь нет три оли можно сделать еще более интересно допустим вот так румба друзья мои и наконец еще один вариант румбы друзья мои это просто мы поменяли местами первую вторую в купе с а третьей и четвертой долей то есть если у нас вот здесь здесь у нас идет ритмический рисунок для кика вот такой да для основного инструмента для отстукивания удара раз две паузы три паузы две паузы одна пауза три паузы то здесь в румбе у нас наоборот то есть мы просто перемещаем вот эту комбинацию на первую вторую долю а эту комбинацию на третью и четвертую и получается просто перевернутый вариант вот посмотрите 2 1 3 2 2 1 это тоже румба просто другой вариант сделаем вариацию допустим вот так или вот так допустим тоже румба давайте послушаем несколько вариантов в начале только драмы драмы вот он видите здесь просто основной инструмент отступящий ритм у нас кик и здесь я просто поместил также еще и хэты по прямому ритму как видите а теперь с сочетание с мелодией тоже я набросал вот такую мелодию послушать здесь я акцентировал аккордами вот эти две доли микродор это может быть например переходный момент проигрышный момент вот это что у нас послушаем а это та же самая румба вы ее уже слушали окей дальше у нас хамиола 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 а нет ребята это не хамиола это у нас африканская но здесь я тоже вот такую мелодию набросал что такое джазовое экзотически джазовое получилось вот это кажется у нас хамиола нет это не хамиола это трестило хамиола здесь у нас обычно идет не триоли и дальше у нас вот такой вот вариант сейчас послушаем это у нас трестило это у нас тоже да просто ведь я сместил вот эти ноты на другой инструмент вот давайте послушаем теперь с мелодией вот такую я написал мелодию окей и последняя это тоже трестило а нет это обычный прямой ритм а здесь я что хотел вам показать смотрите вот обычно идет у нас прямая идет прямая бочка да давайте без мелодии вот и что будет если мы сюда добавляем хэты но при этом наши хэты не туда кликнул они у нас идут по триолям видите раз два три раз два три вот смотрите что получается вот и что будет если мы хэты поместим не по триолям а просто ровно по восьмым без мелодии без мелодии давайте так без мелодии с триолями чувствуете такая тягучая получается у нас масса да вот вот мы чувствуем что такое тянущаяся да и пытаемся вот в такт вот двигать туловищем не только головой а вот здесь уже другой эффект здесь прямо да по башки этого титра он то есть гласки башкой киваю да этот раз два три четыре раз а если же не раз два три четыре Gladys уже полида 2016 здесь мы качаемся туда-сюда влево вправо да вот ощущения а здесь 1 2 3 4 здесь идет чисто так по роковому да вот ровно ровно папа папа вот кстати вот можно это сделать это вот так будет вот так вот так и вот так вот она ну или вообще без х это что было чисто примитивно и так вот минималистично как у queen и конечно помедленнее и так далее я точно не помню эту мелодию ну что же друзья вот так вот мы сами сумбурно рассмотрели много разных ритмов экзотических ритмов я надеюсь вам было интересно вы поняли как их строить сейчас мы в купе все это сразу все послушаем и конечно простите за такой вот сумбурно очень хотелось записать такое вот видео как для вас так и для себя в будущем чтобы я не забыл как строить вот такие вот ритмы вы понимаете каждый из этих видео которые я делаю они ведь не просто делаются для аудитории конечно для аудитории они тоже делаются но они также и для меня делаются я это записываю как бы в дневник но в видео дневник понимаете и пока существует данный канал и у меня всегда будет к нему доступ и я смогу что-то вспомнить если я забуду так что друзья моим не обессудьте не судите слишком строго за такой вот сумбур вы можете пересматривать вот эти некоторые моменты до чтобы хорошенько усвоить и посмотреть как в общем строится эти ритмы ну а теперь давайте послушаем все вместе вы почувствовали да как в моменте когда вы слушали эти ритмы у вас разные были ощущения и разные были телодвижения послушаем в другом звучание а а а а а а а на самом деле это очень сильно вдохновляет когда вы перебираете презенты вы были на самом деле очень много кто-то в дверь ломится вот как раз подходит для румбы ладно будем закругляться окей друзья мои на этом будем завершать наше сегодняшнее видео еще раз говорю не обессудьте на этом я буду прощаться благодарю вас за просмотр всего вам доброго хорошего дня до новых встреч